То есть это рождает в нашем сердце как некое семя, которое постепенно будет развиваться, развиваться, и в конце концов это богатство премьет затопит сердце человека. В действительности, любовь к Богу в таком законсервированном состоянии живет в сердце каждого человека. Но оно сейчас покрыто какой-то налетом невежества, то есть налетом каких-то заблуждений своих, в общем, туман невежества и облака анарх, так говорится. Анархия — это какие-то нежелательные приобретенные качества всякие. Но в душе у каждого это что-то такое, какое-то семя этой любви есть. И когда человек слушает эти повествования, это семя начинает высвобождаться тоже. Конечно, важно это в правильном обществе слушать или из правильного источника. То есть так. Но по книгам только человек не сможет сам только по книгам получить. Все равно нужно живое какое-то общение, взаимодействие. Тогда и книги ему будут раскрывать. Поэтому советуется принять духовного учителя, представителя Кришны, через которого Кришна будет действовать в нашей жизни. И под его руководством, следуя его наставлениям, стараться жить и изучать Писание тоже с его благословения, то есть молясь о его милости. То есть, видя это настроение, Кришна изнутри начинает постепенно раскрывать все эти вещи.